все соскучились по паркам но надо понимать что по нам тоже соскучились соскучились наши друзья клещи поэтому мы спрашиваем у врачей что делать если вас укусил клещ как профилактироваться куда бежать с этим клещом какие анализы сдавать чем это чревато какие лекарства стоит принимать и стоит ли вообще если сегодня какие-то вакцины кроме как простого средства это собственно говоря как правильно его вытащить поэтому досмотрите до конца ставьте лайк задавайте свои вопросы под этим видео самое интересное друзья вот смотрите у меня есть товарищ молодой парень просто пропустил укус клеща друзья вот смотрите на последствия то есть он огромное количество время потратил на то чтобы бороться с этой болезнью пару слов он об этом расскажет всем привет друзья меня зовут тарас мне 28 лет и сегодня хотел бы вам рассказать о таком заболевании как баррелиоз и чуть-чуть про она плазмоз потому что с этими заболеваниями столкнулся с баррелиозом 5 лет назад с одноплазмозом вот буквально недавно произошло все банально я вечером с друзьями уехал отдыхать на шашлычки там меня укусил клещ хотя этого не заметил и не заметила это на следующее утро потому что он как бы комары покусали а укус был такой как комариной укус клеща опасен тем что если клещ инфицирован одной из болезней которые которых я скажу чуть позже в момент укуса он заражает свою жертвы какие опасные болезни наиболее опасные те которые есть у нас это болезнь лайма баррелиоз и клещевые энцефалиты есть и другие через какое-то время там у президента через неделю этот это место укуса начала разрастаться и превращаться какое-то пятно побольше но я не обращал внимание думал может какой-то аллергия или еще какая-то мелочь что делать вот какие первые теста и в какие сроки желательно если вас вы обнаружили клеща у себя удалить клеща как можно скорее как только вы его заметили иногда бывает ситуация что не зафиксирован точно был ли укус клеща есть какие-то изменения на коже но клеща не обнаружили это вот немножко усложняет ситуацию что нет измерение температуры в течение 10 дней наблюдать за местом укуса если там покраснение если эти симптомы есть срочно обратиться или к семейному врачу или к инфекционисту прошло уже где-то месяц после этого укуса и пятно уже конкретно образовалась с точкой внутри и с таким большим вокруг пятном буквально два-три симптома который надо за которым наблюдать есть у вас нет возможности обратиться к врачу допустим во-первых наблюдаем за местом укуса если клещ инфицирован боррелиозом и эту инфекцию заразил инфекции то вместо укуса будет покраснение в виде кольца и она может быть больших размеров если есть этот симптом надо срочно обратиться к врачу второй симптом это повышение температуры симптомы пристуды они могут быть неспецифичны головная боль боль в суставах ломота в теле если все это есть пожалуйста обратитесь к врачу уточню что это приходило пять лет назад когда особо про бриллиоз в украине толком врачи и не знали ну это было нераспространенное название какому врачу стоит сразу обратиться если вы обнаружили или не знаете укусилась клещ или был укус кому надо обращаться если это событие в течение вы предполагаете что событие произошло в течение суток то можете никому не обращаться в этом нет необходимости у вас можете наблюдать потому что вам врач даст такой же совет наблюдайте за изменениями на коже измеряйте температуру если есть жалобы то подойдете значит обследование будем проводить но не раньше 10 дня если вы вас укусил клещ и он находился на теле больше суток и у вас нет возможности обратиться к врачу здесь надо в течение не позже чем в течение 72 часов то есть трех суток начать экстренную профилактику потому что мы не знаем инфицирован клещ или не инфицирован трех больницах я был я особо ясно попадал к неврологу меня направляли и говорили что это симптоматика неврологическая и назначали лечение это разными таблетками успокоительные еще какие-то а симптоматика была неврологическая и кардиологическая то есть для начала у меня подскочило давление потом у меня начались сердечные боли миалгии по всему телу поднялась температура упадок сил плохое очень самочувствие мне было очень плохо никто не распознал распознали эту болезнь случайно когда кабинет него невропатологу зашел случайно дерматологи заметил так но у меня на колене как раз был в шортах он сразу сказал что это похоже на укус клеща на эритему и сказал что возможно это баррелиоз я сдал анализ анализ подтвердился и я начал лечение для уточнения это пошло уже не это два месяца после укуса то есть когда заболевание должно переходить грубо говоря хроническую форму но у меня на хроническую форму не перешло меня спасло то что где-то на середине пути этого у меня я порезал палец на ноге и пропил там три дня антибиотики видно но чуть-чуть баррелию прибило и она поэтому не успела перейти в хронику какие какая там может быть профилактика по назначению врача это антибиотики крайне важно я так понял обратиться вот в первую поскольку в какое время я слышал 72 часа критически или или меньше если нет если вы не уверены у вас нет возможности обратиться к врачу но возможно клещ был инфицирован значит в течение 72 часов проводится экстренная антибиотиками баррелиоза после этого я где-то лечился мне не все антибиотики подходили потому что я реакцию на многие давал приблизительно месяц я употреблял антибиотики мне было очень плохо я посадил слегка печень несмотря на гепатопротекторы желудок и ну то есть общее состояние организма было очень плохое грубо говоря весь период болезни у меня затянулся на полгода для до полного восстановления мне очень повезло что я не забыл что оно не перешло в хронику но последствия для организма конечно остались и вот буквально вы не поверите где-то две недели назад я выехал на природу обычную березовую рощу мы пожарили шашлык приехали домой все было нормально ложились спать и под вечер я в своей постели обнаружил мне зачесалась нога у меня укусил клещ в постели я сначала не придал этому внимание потом через какое-то время заметил что он уже присосался мне пришлось его отодрать ну используя этот весь опыт который я пережил ранее какие-то специальные методы удаления клеща есть чему надо на что обратить внимание очень важно удалить клеща целиком не оторвать брюшко а в коже остается его голова и другая часть если это случилось ничего страшного можно иголочка аккуратно попытаться это все удалить и обработать потом эту ранку вокруг раны антисептиком если вы не уверены что у вас получится удачно удалить клеща лучше обратитесь или на приемный покой или отделение скорой помощи тем более сейчас врачи уже совсем разбираются с этими болезнями я просто положил его баночку отнес в анализ в лабораторию на анализ и где-то через сутки мне пришел анализ что клещ нет в клеща не баррелиоза не энцефалита а есть она плазмоз она плазма фагоциталиум бактерия называется по моему как-то так анализ на нее многие говорят что то есть раньше даже были какие-то такие рекомендации несите клеща в какую-то лабораторию сейчас стоит это вообще делать это не стоит делать а почему потому что мы не будем лечить клеща и пока делается этот анализ это обследование все равно постадавший находится под наблюдением то есть измеряется температура там наблюдение за изменениями на кожи есть они или нет или и другие симптомы поэтому тут нет смысла просто но я решил не рисковать обратился к врачу посоветовался врач сказал что вероятность заболевания очень маленькая там проценты первичный врач это терапевт которого обратиться или это я скажу так обратитесь к тому врачу которому у вас есть возможность это может быть терапевт семейный врач есть возможность к инфекционисту обратитесь к инфекционисту семейный врач оценит ситуацию возможно даст рекомендации при необходимости назначить консультацию смешного специалиста я все-таки решил пять дней пропить антибиотики пил юнидокс салюта после антибиотика прошла неделя чувствую себя нормально анализы сдавать не спешу думаю что заболевание не могу никак начаться а вот баррелиоз после того как я пролечился я сдал еще плановый один анализ он показал что все нормально то есть я это заболевание победил поэтому когда вы выходите на природу обязательно одевайте штаны то есть клещи они обычно чаще всего присасываются к ногам плюс всегда наблюдайте за у меня такая выработалась привычка я когда пройдусь по траве которые будут чуть-чуть выше колен я сразу просмотрю все на ногах если есть клещ стряхну его если пойду дальше и обязательно по приезду домой осматривайте себя если клещ укусил постарайтесь его сохранить снять аккуратно и какую-то емкость положить отнести на анализ лабораторию тогда вы будете знать нужно ли вам пить какой-то профилактический курс антибиотиков или нет то есть эту болячку что она плазмоз что баррелиоз что энцефалит лучше всего рубить в корне и какой-то пятидневный курс антибиотиков на организм грубо говоря никак не повлияет поэтому лучше пропить 5 дней антибиотики если там включал он обнаружится чем потом месяцами болеть и мучаться на этом все спасибо за внимание дети такая же такая же процедура по детям какие-то особенности в принципе по детям такая же процедура а единственное что профилактика проводится при необходимости антибиотикам из другой но это решает друзья итак мы поговорили с врачами вы все видели если вас укусил в клещ быстро избавиться от него максимально эффективно провернуть возле головки или использовать вот такой вот девайс как вот здесь и дальше обратиться к врачу то есть если мы достаем клеща там и мы точно уверены что это в рамках суток то скорее всего это будет наблюдение пассивное если мы понимаем что он будет более суток то необходимо попасть врачу и скорее всего это будет профилактическая какая-то терапия антибиотиками но опять же все делаем по назначению врача конечно идеально если это терапевт если инфекционист педиатр если это ребенок но есть у вас вообще нет такой возможности все равно ищите того врача который можете попасть может быть хирург да на каком-то этапе то что не надо делать точно уже в девятнадцатом восемнадцатом двадцатом году не надо искать лаборатории для того чтобы сдать клеща на анализ мы теряем время мы получаем можно положить или не нужно отрицать результат потому что даже если клещ заразен или не заразен есть огромное количество кейсов когда у человека опять же заразных вещь нет болезни у человека не заразных вещь все равно есть заразных вещь вы за можете заразить заразиться опасными болезнями типа энцефалита или боррелиоза если вам понравилось вот такие полезные видео подпишитесь конечно на канал задавайте свои вопросы врача они обязательно ответят ставьте лайки и мониторьте нет ли на вас клеща после посещения парка леса вашего классного газона в загородном доме или на даче будьте здоровы а 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 Продолжение следует...